Всем здравствуйте, с вами Кирилл Парфенов. Хотел бы сегодня немножечко, а может быть, немножечко, поговорить про пенсии. Что-то у меня черт ног сломит с этими пенсиями. Вообще-то, мне, конечно, по барабану я на пенсии, но вот как ее вообще считали, и считают, и как будут считать. Ну, в общем, любопытство сбубило кошку. Значит, что можно сказать, что у нас регулируются наши пенсии страховые, четырехсотым федеральным законом, 400 ФЗ. Значит, делятся пенсии, как бы, на две части. Пенсия по старости, страховая и накопительная. Ну, те, кто родился до шестьдесят седьмого года, у того там накопительная там очень маленькая. Вот. А те, кто после шестьдесят седьмого года, у тех, значит, отчисления накопительные. Кстати, должен сказать, что год назад где-то полтора, надо было написать заявление, играете вы в накопительную или не играете. Потому что есть два варианта, что вы отказываетесь с накопительной, у вас все идет вот в страховую часть. Вот. А можете с накопительной играться. Есть нюансы, есть разница в одном и в другом. Значит, что касается пенсии для военных, полиции, МЧС и так далее, я их не буду сейчас рассматривать, они регулируются своими законами. Вот. Поэтому, да Бог, мы с ними, значит, коэффициенты просто будут разные и условия. Значит, накопительная часть и страховая у нас накапливается месяц от месяца, от года к году. Правда, трудовую пенсию сейчас у нас имеют мужчины с шестидесяти пяти лет, женщины шестидесяти лет. Но там есть градации. То есть, когда с шестидесяти до шестидесяти пяти, допустим, мужчин повышали, они сделали градацию, что на каждые полгода, по-моему, добавляется полгода. Поэтому там граждане первой половины шестидесятого года они выходили в шестьдесят два с половиной, но дальше там шестьдесят три и так далее до достижения шестидесяти пяти. То есть, есть некий график выхода на пенсию. Ну, кому-то это важно, кому-то нет. При этом стаж должен быть не менее тринадцать лет. Вот сейчас, чтобы вам пенсию-то вообще начислили. А с двадцать четвертого года этот стаж повышается до пятнадцати лет. Вот, кроме того, надо иметь в виду, что еще важное значение имеет, сколько вы индивидуальных пенсионных коэффициентов набрали. Вот, значит, сейчас, по-моему, тридцати надо будет набрать этих вот индивидуальных коэффициентов. Я сейчас о них немножко расскажу, как они вообще, из чего складываются, как набираются. Ну, что могу сказать, что кроме непосредственно времени работы, в стаж входят периоды больничного листа, когда вы сидели на больничном. Вот, значит, по уходу за ребенком до полутора лет, а если у вас несколько детей, то в сумме, значит, полтора на каждого, но не больше шести лет. Ну, в общем, вот, много получается, на мой взгляд, достаточно. И если вы сидели на пособии по безработице, тогда, значит, это тоже засчитывается, как бы, в стаж. Ну, что тут надо еще обратить внимание, что здесь, чтобы тоже не путалось, есть общий стаж, стаж, а есть страховой стаж, они отличаются. Значит, страховой стаж, это тот стаж, за время которого вам начисляются взносы в пенсионный фонд, соответственно, деньги поступают на ваши счета. А общий стаж, то есть вы работаете, ну, вот, вам не начисляются на это взносы, есть и от случаев. Например, допустим, вот у меня получилось так, что служба Советской Армии, в рядах Советской Армии, она в стаж в общий вошла, но она не вошла в страховой, потому что мне не начисляли взносы в Советской Армии, безобразие какое. Вот, ну, в общем, вот так. Значит, размер нашей пенсии, чем будет считаться? Значит, считается очень просто. Вы количество своих индивидуальных коэффициентов должны умножить на цену коэффициента. Эта цена коэффициента, она каждый год устанавливается, вот, и, соответственно, вы умножаете одно на другое, и получаете, вот, величину пенсии, как бы, да? Но туда же еще включается, должно дополнительно фиксированный базовый размер. Значит, с 1 января 22 года фиксированный базовый размер, который вам добавляется, вот, потому что вы умножили шилло-добыло, значит, 6564, запятая 31, 6564 рубля. А на 1 июня уже 7220 рублей с копейками. Значит, это вот к вашему трудовой деятельности добавляется вот этот фиксированный базовый размер. Причем, для лиц старше 80 лет сделаны льготы, и для них, значит, если вам 80 исполнилось, вот этот фиксированный базовый размер составляет 14441 рубль. Вот так. Значит, считают, что после 80 лет, ну, денег больше, наверное, идет. Значит, что касается индивидуальных, этих вот самых коэффициентов. Значит, считается, все достаточно просто, но тоже, как бы, ежегодно пересматривается. Значит, смотрите, вы берете свою зарплату, с которой начисляются взносы, пенсионный фонд, за год, и суммируете, сколько у вас там получилось. Значит, представим себе, что у вас, вот, по 50 тысяч вам выплачивали, так, значит, этот, ну, охвата 50 тысяч, вот, на него начислили 90, и вот 50 тысяч. Значит, за 12 месяцев у вас получится 600 тысяч. Значит, существует такое понятие, как база начисления. Значит, это величина, выше которой вы не должны выпрыгивать. Значит, эта база составляет 1 миллион 565 тысяч рубль. Значит, вот вы год отработали, получили 600 тысяч, в начисле вам 600 тысяч. Вы делите это на базу начисления, на 1 миллион 565 тысяч, и потом умножаете на 10. Такой стабильный коэффициент. Значит, вы в результате, при такой зарплате, получите 3,83. Вот этот вот коэффициент, 3,83. Значит, коэффициент этот тоже ограничен. Он каждый год меняется, возрастает потихонечку. Сколько максимум вы можете получить вот этот коэффициент. Значит, в этом году этот коэффициент 10 составляет. До этого он там был 9,67, там 9,5, в общем, меньше был. Значит, сейчас вы можете максимум получить коэффициент 10. Коэффициент 10 вы получите в том случае, если ваша заработная плата будет составлять 130 тысяч. Значит, 130 тысяч вы получаете. Значит, делите на 1,565, и у вас как раз получается коэффициент 10. Если ваша зарплата, к примеру, скажем, дать-то больше, то вы коэффициент больше десятки не получите. Ну, просто вам поставят 10 и все. Вот. Значит, дальше у нас идут игры следующего порядка. Это вот как раз накопительное, ненакопительное, там, и так далее. Значит, у нас отчисления по налоговому законодательству 22%. Ну, а не отчисления, на отчисления, да, 22% составляет на зарплату. Значит, они могут распределяться следующим образом. Если вы не играете в накопительную часть, то у вас 10% пойдет на, виноват, 6% пойдет на, значит, как это назвать, солидарная, солидарная эта часть. Вот. А остальные пойдут на вашу индивидуальную часть. И солидарная это вот для обеспечения пенсии предков. Вот. Ну, а если вы, соответственно, играете в накопительную часть, то распределение будет другим. Значит, 6% пойдет в те же самые солидарные. Вот. А остальные 16% будут делиться на накопительную и вот эту индивидуальную страховую. И в результате вы можете там 6 с чем-то процентов получить коэффициент. То есть, если максимум вы можете получить коэффициент 10 при игре в индивидуальную и социальную, при вот 130 тысяч зарплатах, то, соответственно, если у вас отчисления накопительные идут, то, соответственно, вы там больше чем 6 с чем-то не получите коэффициент. Ну, да бог с ним, в конце концов. Вот. В результате, как бы, вы можете все это, как бы, посмотреть, сколько у вас там зарплата была, сколько там чего у вас было. Проще сделать выписку из лицевого или на госуслугах, или прямо на сайте пенсионного, и посмотреть, сколько у вас там лет, стаж, какие у вас коэффициенты за какие годы. Значит, что должен я сказать по поводу всех этих вот безобразиев. что вот эта вот индивидуальная страховая система, она была введена же у нас не сразу. И 2002 года все видно очень хорошо, кто сколько чего получал. А до этого, как бы, надо смотреть, что у вас там получается. Плюс к этому дополнительно. вам добавляются баллы за период 3 года до 2002-го, то есть 2001-го, 2000-го, 1999-го годы. Вот за эти 3 года вы можете какие-то получить баллы при условии, что у вас есть документы, которые подтверждают не то, что вы работали, а сколько вы получали. Вот они могут у вас быть и учтены на сайте пенсионного, а могут и не быть. Желательно, если вы там, какие-то у вас сомнения, еще что-то есть, а организация до сих пор жива, лучше, конечно, какими-то справками обложиться. Я еще раз повторюсь, 1999-е, 2000-е, 2001-е годы. Если у вас есть какие-то разногласия с пенсионным фондом, в том числе, вот, начиная с последующего периода 2002-го года, то лучше, в общем, все это делать как-то заранее. Сам пенсионный фонд, судя по моему опыту, ничего делать не хочет. И когда подходишь, как называется, инструктор, инспектор, да, к инспектору, мне говорят, мы ничего писать не будем, ну, в лучшем случае подходите за год на назначение пенсии, а лучше позже мы напишем запрос, какие-то ответы получат. Поэтому, если у вас есть какие-то бумаги, которые подтверждают уровень вашей зарплаты, вот, за 2000-е годы, это могут быть, там, какие-то приложения к декларации, если вы декларацию сдавали о доходах, какие-то еще бумаги, ну, вот, лучше их иметь на всякий случай, потому что, в противном случае, что-либо доказать очень сложно. Вот, значит, 3,83, как я сказал, вы получите при 50 тысячах. Значит, соответственно, вы должны умножить этот коэффициент 3,83, который вы можете в год за год получить при зарплате 50 тысяч. Дальше вы, экстраполируя на будущее, потому что на прошлом экстраполировать же не можем, вот, а на будущее – боже. Вот, значит, вы должны умножить, там, на количество лет, которые вы отработали, и вот свои эти 3,83 коэффициенты вы умножаете на количество лет, которые вы работаете, отработали, вот, а дальше умножаете на ежегодный коэффициент стоимости балла, и тогда вот вы выйдете на размер вашей пенсии. Ну, вот, примерно как-то так это выглядит. Значит, еще раз я повторю, что есть четырехсотный закон, и, соответственно, есть документы, которые регулируют вот эти все, стоимость базы ежегодной, стоимость коэффициента. Это правительство каждый год утверждает, и надо просто учитывать, что сегодня умножаете на одно, завтра будете умножать на другое. Ну, так-то интересно. Значит, есть пенсионный калькулятор на сайте госуслуг, пенсионный калькулятор на сайте пенсионного фонда. Теоретически вы можете, значит, вот, посмотреть примерно, сколько вы будете получать, потому что более-менее там такой толковый расчет получается. Но, должен сказать, что есть ряд нюансов, ряд дополнительных коэффициентов. Допустим, вот, за советскую армию мы чуть-чуть не дали страховой стаж. Служба в российской армии за год службы дает коэффициент 1,8. Вот, поэтому какие-то еще есть коэффициенты, которые могут повлиять. В том числе, количество детей, кстати, каким-то образом влияет при расчете этого. Ну, и пару слов о накопительной части. Значит, если вы играете в накопительную часть, то там ситуация такая. Те денежки, которые вы накопили на своем счете, вот, накопительные части, они потом будут делиться на 20 лет, но потом еще на 12 месяцев, и вот вы получите одну, соответственно, вот, часть ежемесячную, которая там у вас в результате выйдет. Это по общему порядку. Но бывает такая еще срочная выплата, когда вы не на 20 лет делите, а на 10 лет эту сумму делите, ну, и, соответственно, 12 месяцев. Сразу хотел бы предупредить, что по умолчанию делится на 20 лет, чтобы получить, если у вас такое желание есть, срочную выплату, то есть за 10 лет съесть ваше накопление, то надо написать, соответственно, заявление в пенсионный фонд. Без этого заявления у вас не будет срочной эфицины. Дальше будем разбираться, пишите, что вы думаете, что у вас получается, что у вас не получается. Проблемы иногда возникают там, где их не ожидаешь. Я, например, не ожидал, что мне документы не подтвердят, которые я в налоговую сдавал. А доходов для подтверждения, для пенсионного, ну, налоговая не обязана выдавать некую питью документов, а пенсионный не обязан запрашивать государственные органы. Вот, поэтому, как бы, разные такие всякие интересные случаи бывают. Ну, что поделаешь, борьба с государством, вообще интересная игра. Подписывайтесь на канал, дальше будем еще о чем-нибудь интересном разговаривать. А пока, на сегодня, до свидания. Всего хорошего. Жду вашей подписки, жду ваших вопросов, комментариев, ну, и всего прочего. До свидания. Ох, вы деньги, 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 рублики, франки, фунты, стерлинги, да тугрики. Ой, день-день-день-день-день-день, жатые денежки, слаще пряник, как милее девушки. Все ищут ответа, где главный идеал. Пока ответа нету, копите капитал.